здравствуйте дорогие телезрители и конечно же подписчики моего канала на ютюбе голова садовая тетя таня сегодня у нас рецепт теста дрожжевого но говорить мы будем не совсем о тесте но и секрет в нем тоже есть маленький чтобы она была необычная а будем говорить о лепешках знаете в нашей многонациональной стране все народности и нации просто слились уже в единую и мы проросли в чужие в другие не в чужие конечно они нам уже родные в другие национальности и они уже проросли в нас а уж наши кухни так смешались что мы уже с трудом понимаем а чье это блюдо было изначально ну вот сегодня речь пойдет о лепешках азербайджанских чем они отличаются от наших русских лепешек от пышек как мы приняли принято их называть у нас а у них они необычные кстати сказать у татар они тоже совсем другие вы когда-нибудь видели лепешку татарскую которую испекли а потом взяли сложили в половину а начинкой просто намазали картофельное пюре очень вкусная с лучком там с поджаренным мяском ну просто потрясающе я считаю что если блюдо вкусное если оно достойно уважение нашего желудка и наших глаз и языка то почему бы его не сделать и хочу начать и начнем мы с молока конечно все лепешки заводится и все тесто заводится на какой-нибудь жидкости в данном случае это молоко почему здесь пол мисочки молока вы должны знать и помнить а это обязательное условие никогда на чистом молоке или на чистом кефире ничего не заводим потому что очень неподъемное будет тесто тяжелое креклое как говорили наши бабушки поэтому молоко всегда разбавляем наполовину водой а лучше бы если бы одна треть молока и две трети воды конечно кипяченый конечно теплой вот это первое условие которое вы должны соблюсти значит вот здесь у меня насыпана мука но я делаю обычно по-другому вот посмотрите это второй тазик зачем я его взяла знаете по правилам кулинарного искусства нужно насыпать горку муки и потом сделав кратер в ней ну то есть такое углубление влить туда все на чем и замешивается мука то есть тесто но все-таки мы современные женщины делаем немножко все наоборот да простит нас похлебкин потому что в его рецептах написано все правильно и глубоко уважаю и всегда предпочитаю делать по ним но в данном случае пренебрегу выливаю молоко в этот тазик теперь нам понадобится соль соли нельзя много и нельзя мало вот половина десертные ложки примерно столько значит а почему нельзя соли много да только потому что тесто очень соленое дрожжевое она взойдет очень быстро а потом не взойдет уже ни разу а этого допустить нельзя это сахар значит берем столовую ложку на количество 300 грамм я положу две вот таких столовых ложки видите чуть с горкой до тесто должно быть сладковато а не пресная не противная значит здесь у нас есть еще сметана и ложка сметаны ну десертный достаточно уйдет туда же ну десертные видели да я любитель десертная столовая практически ничего страшного можно ложку майонеза от этого теста будет немножко иметь привкус знаете такого изысканного шашлычка значит для лепешек это было бы хорошо знаете что чего здесь не хватает и я прошу прощения это растительное масло вот оно сюда нужно хотя бы одну ложку хотя бы скажите перездоблю нет девочки не перездоблю это еще только начало значит это мы ввели в молоко разбавленная водой сахар соль сметану или майонез ложку растительного масла кстати растительное масло оно облегчает подъем теста а вот теперь надо все перемешать как следует так вот как бы половина работы сделано теперь нам надо ввести яйцо послушайте меня внимательно значит некоторые считают что в тесто должно в тесто нужно ввести много яиц яйцо дает сухость изделию масло дает мягкость эластичность изделию яйцо введем только одно и при этом качество теста не пострадает мы добавим маргарин либо масло но в самом конце замеса это очень важный момент и вы его должны запомнить я загребла целую кружку муки и старательным образом сейчас буду подсыпать и все время подмешивать желательно не менять направление вымешивания теста потому что вот там так написано умно в книгах что там теряются какие-то связи между волокнами органическими и так далее я им очень охотно верю и поэтому старательно буду делать так как рекомендовано так кружка пока суда я тщательным образом буду вымешивать и желательно в одну сторону а хочется в другую рука прям вот и нельзя посмотрите конечно можно было сделать горку и конечно можно было вымешать по всем правилам но вот знаете проверено уже не одним годом вот таким образом вымешанная прекрасно подходит прекрасного качества и меня ничего не смущает если честно ну и только в этом случае в остальных случаях смущает конечно значит очень тяжело мешать тесто такой веселкой но опять вымешивать жидкое тесто руками мне не очень нравится я думаю что не очень нравится тем у кого маникюр вот такого размера до коготки поэтому мы будем делать вот так вот посмотрите видите тесто уже у нас таким большим шариком на нашей веселки повисает слегка это значит что можно перейти на ручное вымешивание подбирайте все лохмотья вот в этот вот уже такой определяющийся колобок его не очень много но на лепешке будет более чем достаточно причем не на одну и на две она гораздо большее количество потому что в тестяных изделиях важно тесто как оболочка чего-то оболочка того что вкусно что приносит радость глазам желудку и всего рот рту нашему да они насытному вот все муки больше нельзя потому что оно уже достаточно плотное и вот он момент истины что надо сделать для того чтобы тесто было пышным нежным чтобы она у вас не стала на завтра уже вот таким вот как подошва от ботинка а вот он маленький секретик посмотрите это либо сливочное масло либо это кусочек маргарина на 300 грамм жидкости достаточно но здесь грамм 60 наверное но от силы 100 максимум запомните а теперь что мы делаем мы отправим это размягченное масло видите да мы отправим вот сюда в тазик вот очень хочется чтобы она все сюда попала вот так вот вот так уж ну по вымажите ручки масло сливочное очень полезно кстати сказать сливочное масло оно уникально если вы простыли и у вас нечем сделать компресс намажьте сливочным маслом или ребенка например намажьте хорошо вотрите и я вас умоляю это лучший компресс на белом свете вы же пальчиком будем как бы цеплять вот так масло заставляя его попадать уже вот сюда вот вот таким вот образом видите и в итоге мы это масло в объем в кусок нашего теста в наш замечательный колобок и она приобретет какую-то такую знаете качество как будто подслоеная как будто такое маслина вкусненькая прям я не знаю но именно так нужно делать а не просто взять и налить сверху подсолнечного масла можно но так гораздо вкуснее ну вот масло осталось совсем немного нам нужно мука здесь конечно потребуется потому что ведь масло это тоже относится к жидкости а не к твердым составным кстати сказать если вы вводите в тесто орехи изюмы там курагу не знаю что придумаете чернослив что угодно вы должны помнить что это относится к твердым уже составным частям наших изделий и муки надо будет чуть поменьше иначе слишком твердым будет тесто знаете вот вместо масла сюда можно ну сливочного масла или маргарина можно использовать очень жирную деревенскую сметану эффект будет просто потрясающий вы просто попробуйте послушайте моего совета доброго вот это тесто если сюда в начале самом когда мы выливали молоко добавляли соль потом сахар если сахара чуть чуть больше тогда можно запускать на всякие изысканные булочки но вы знаете я даже пироги с рыбой предпочитаю чуть сладковатые но не должны быть они просто под соленым тесто понимаете одно дело начинка как песня а другое дело оболочка этой песни а ну что же должно быть очень вкусным и тогда когда вкусно и то и другое вот тогда это шедевр получается просто процесс вот такой не отрывая руки не поднимая его с колобка очень просто тесто все время в ладошке все готово тесто вымешивать долго тоже нельзя к рукам не липнет очень эластичное и мягкое при этом и сейчас мы поставим его на кастрюльку с теплой водой для того чтобы она побыстрее подошло время очень ограничено вот в этой кастрюле налита горячая вода просто из-под крана другая нам и не нужна теперь я возьму полотенце сложу его вдвое и на это полотенце в тазике вот так и поставлю наше тесто я постараюсь его вот так размять чтобы была площадь его соприкосновения с теплом чуть побольше и у меня есть чистое полотенце всегда чистая на тесто кстати сказать вот на кухне где идет значит замешивание теста неважно какого не должно быть посторонних людей не должно быть сквозняков никто не должен кричать рыдать и ругаться вот так желательно бы конечно сверху прикрыть еще полиэтиленовой пленкой эту роль может сыграть полиэтиленовый пакет но мы сделаем вот так я всегда так делаю опа главное что видно и для того чтобы тепло сохранялось все-таки полотенцем ну как то вот так ну вот наше тесто подошло а это означает что она в два три раза увеличила свой объем она готова к выпечке для начала смажем противень маргарином нам нужна середина противня я сделаю одну лепешку вот такой кружочек с запасом немножко этого достаточно всегда пользуюсь маргарином потому что да он не пригорает он ведется очень даже адекватно значит нам понадобится тесто и мы его сейчас объем то есть выгоним из него весь воздух с углекислым газом который в нем появился от того что дрожжи поработали я отрежу от основного теста кусочек примерно вот такой это достаточно будет так сюда нужна мука на подсыпку примерно вот столько количество очень минимальное так вот это тесто мне мешает и я его убил хорошо руки длинные да я достаю все края кухни вот теперь вот этот комочек очень мягкое тесто замечательное просто мы поделим не пополам а так чтобы у нас один колобок был поменьше второй колобок был побольше сейчас поймете почему ну может быть вот так вот один колобок будет вот такого размера лепешка это будет впоследствии а другой будет побольше а теперь слушайте внимательно маленький секрет который я обещала раскрыть значит вот такие изделия как фаршированные лепешки они пекутся очень интересно мы обмяв тесто после первого подъема не дадим ему подняться в изделиях мы сразу отправим это в духовку и вот тогда у нас и тесто будет тонкая слой еще и дырочек будет очень много это будет вкусная нежная и хорошо держащая начинку тесто а теперь приступаем к изготовлению нашей замечательной лепешки по азербайджанские вообще в идеале эта лепешка делается не просто с мясным фаршем как у меня вот здесь до мясной фарш с овощами ну начинки в принципе любые но их настоящая фирменная лепешка это один к одному к одному это мясо фарш можно смешанный тройной это грецкий орех размолотый или не знаю как там раз колотый и лук 111 то есть в равных частях смешивайте три ингредиента добавляется только соль и только черный душистый перец все нам понадобится кроме этого для одной лепешки 1 столовая ложка растопленного сливочного масла пока лепешка будет находиться в духовке я обязательно растоплю в какой момент это масло понадобится для лепешки вы тоже увидите и это тоже маленький секретик потому что после того как мы польем готовую лепешку и снова поставим ее на буквально полминуты в духовку вот тогда тесто будет настолько мягким настолько нежным и вкусным с этим незабываемым сливочным вкусом вот вы удивитесь даже правда как это вкусно а начинка может быть любая можете морковку с яйцом делать можете с капустой делать ну в общем как вам заблагорассудится насколько позволяет ваш кошелек никогда мне не нравилось что рецепта предлагаемая нашими замечательными кулинарами высокой кухни цены такие высокие на их ингредиенты у меня просто заикание начинается мы укладываем лепешку вот сюда на противень расправим ее примерно вот такая но она не будет такой большой сейчас вы поймете почему это более маленький колобок который мы тоже раскатаем раскатаем видите масляное тесто помните да и в начале у нас была сметана и немножко подсолнечного масла и в конце мы вбивали с вами растопленное масло либо маргарин поэтому тесто масляное но поднимается она хорошо ровно без всяких там особых этих пузырей дырок я надеюсь что и лепешка будет замечательная ну немножко подсыпем муки вот совсем чуть-чуть кстати сказать вот уважаемый похлебкин вильям васильевич он всегда предлагает делать правильно смотрите вот я посыпала мукой и переворачиваю вот там должна быть мука при раскатывании а не наверху вот так это должно быть это правильно тогда тесто не будет подсыхать и тогда вы его с большим с большой легкостью и удовольствием склеить и что угодно и как угодно смотрите вот мой фарш который здесь есть на сковородке конечно он должен быть холодным это тоже обязательное условие количество фарша все зависит от вашего желания хотите много хотите не очень но это будет вкусно в любом случае размажьте так чтобы до края 2 сантиметра два с половиной начинка не доставала до края вот как-то так это должно быть да это мясо стертой и обжаренной на терке капустой это морковка пассированная я люблю такие смеси мясо овощные они всегда хороший результат дают и в пирогах и просто как основное блюдо значит этого достаточно убираем а вот теперь смотрите внимательно значит я кладу лепешку вторую которая поменьше на этот фарш теперь мне нужно загнуть края и сначала я слеплю краешки большой лепешки и маленькой знаете почему наверное они так делают а потому что тесто она же используется в изделиях тестяных для того чтобы держать сок и весь запах и все что там есть вкусного чтобы не вытекла видите конечно этот крайне резанный получается он совершенно сплошной конечно там все останется и ничего не потечет и не загадит нам ни противне не духовку поворачиваем и очень аккуратно делаем вот это склеивание если вдруг по какой-то причине ваше тесто ну жестковато получилось суховато возьмите воды и пальчиком вот так проведите по краю а а потом поднимайте и складывайте два листа теста тогда склеится все напрочь просто она просто войдет друг друга и никаких там щелочек не останется посмотрите получилось уже не такая огромная как я делала но такая красотка подправьте все края пальчиками а теперь внимание красота и я защипываю как бабушка учила красиво вот таким шовчиком он так и сохранится вот вы же помните да что я предварительно говорила мы не будем давать расстаиваться этой лепешки она сейчас же не смазанная никаким яйцом она уедет в духовку и результат вы увидите однозначно это супер это не только красиво это еще и очень очень вкусно а знаете вот есть такие же лепешки можно делать и с очень вкусной картошкой ну обжарьте вы сало соленое не соленое кусочками мелкими шкварочки там будут вкусные пережарьте слегка отпассеруйте лучок заправьте картофельное пюре или просто разомните отварной картофель начините картошкой такую лепеху не смазывая сейчас в духовку а дальше сливочное масло ложечку растопленного и еще на полминутки и ешьте вы себе на здоровье а мы в духовку от люблю я печь вот и готовить ну прям вот знаете болезнь какая-то ну вот сюда на верхнюю думаю что это будет нормально так вытаскиваем нашу лепешку посмотрите какая она красавица а теперь сделаем то что я обещала и уже на отдыхающей духовке то есть я ее практически выключу оставлю на 50 полминуты она простоит вот так как и ей должно то есть политое сливочным растопленным маслом аккуратненько делаете это вот ложки вполне достаточно более чем ничего если чуть-чуть стечет но вы постарайтесь не пролить не капли а теперь на полминуты снова в духовку чтобы масло впиталось все обожглась вот так и вот так ну вот совсем отдыхающая духовку уже то есть после выключения еще ровно полминуты жара хватит и мы увидим эту красоту и я вам скажу до свидания а